мы приехали как называется поселок княжи горы как княжи горы мы приехали в княжи горы для того чтобы забрать лосенка тут человек спас маленькую маленькое животное вот и мы сейчас его попоем покормим по спит и повезем туда к артуру к лосям вот можете рассказать вот историю по лесу гулял как бы но люблю по лесу ходить и в лесу работы и по лесу ходил и смотрю лосенок лежит лосенок лежит короче и смотрю но я не стал к ним приходить потому что как бы мамка 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 горят запах и запах я слоями не понимаю вообще что слоями делать и что и как в итоге я не стал к ним подходить я пришел через день пошел туда посмотрел думаю опять схожу схожу опять лосенок лежит у него еще пуповина торчит это как видно родился мамки не было подходил за метров 15 стране только одни уши торчат вот в итоге на третий день думаю на третий день пойду если он там лежит лежит ну позвонил конечно не егерю там егеря жены там вот она сказала пускай лежит короче за ним мамка придет ну думаю на третий день собрался на работе ходу не так скажу 7 утра если не бежит значит не бежит значит и я прихожу на его на этом месте нету я так образу все мамка пришла его забрала в итоге в итоге вот так оборачивать другую сторону буквально а у метров пять от меня лежит короче он просто сошел 15 метров переполз в другое место и как лежал также уже если до этого то он как-то пытался встать то он уже встать не мог ну что взял погрузила в машину привез домой и козьим молоком начал поить козьим молоком начал поить потом в итоге начал чем больше начал читать тем больше мне стало хуже потому что кто говорит каши кормит у кто говорит этим кормить то этим ну кому бы его найти кого и вот в итоге прожил он у меня два месяца 3 на и в итоге пока нашел артура и вот вы приехали вот все предусловие как бы особого там такого ничего сверхъестественного нет в итоге полянки гуляет маленький был он там сарайчике у меня все как бы я понимаю что ему надо больше по лесу ходить уход ну да 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 здесь у меня вот он ветки что можем поможем и в итоге поэтому я понимаю что не у нас было кому-то отдать надежные руки чтобы поэтому но не все так просто с ними очень много времени надо уделять очень заниматься это постоянно здесь это не работать это надо быть с ним да этот я знаю это я уже окунулся и они капризные как говорят там лесные животные там сами по себе живут изменить сам от одни и очень капризно не болеют его у меня есть фотки где его машине везут шури своей могу приложить там даже в машину и угрузил и возил ветеринарий q потому что тяжело и не все берут за ними даже следить и особо их никто не знает коты собак во всяком случае у нас здесь а может быть где-то и есть но у нас здесь таких ветеринаров особо нету и вот и поэтому пешковато кормишь тем что приходится ветки метки козье молоко почему-то перестал у меня пить и пугаясь конечно переживаю как не так но вот нам смотрите сейчас план действий на будет ну во-первых лапни и его нарвать вот чтобы сейчас покушала и молоко и веточки тоже поела вот я с ней останусь какое-то время ну пока она спит после еды как проснется мы уже будем грузить машину повезем говорят что часа два не дорогу выдерживать нормально потом уже начинает капризничать надо мы успеем нормально все будет ну дай бог чтобы он жил вам артуру ну и следить за ними будете у артура есть каналы в инстаграме еще не все что все что от меня зависит и артуру говорил это как бы а раз проблем я к тому что за судьбой лысенко можно сможете наблюдать хотел вот он уже как будто как член семьи мне уже нет нет его жалко иногда нет нет переживают я просто незначимую кормить я не знаю как ему воля нужна ему надо вместо я мучу тут метр на метр предоставил да я будто ты скучаю выхожу как собак и ночью погуляю здесь и все ну и проблемно по закону облено и по закону закон у нас поганый посадит быстрее пускай умрет в лесу ну ты не имеешь право брать это государственная как бы очень тяжело ну да очень-очень проблемно и поэтому им надо постоянно ухода уход следить это адский трус согласен на постоянно жевать 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 и леточки на веса вот этот живой на так ладно сейчас главное правильное питание да я даже не знал что там какие-то смеси и даже этого и затянул козье козье молоко потом козье молоко у него желудок стал болеть он начал достать от этого козье молоко начал ему кашу давать на воде начал рогаликами шпарить уже как бы стали старался больше думаю травы ему давать пускай трава как бы витамин так уже покормили минут пять назад может быть сейчас ждем когда успокоится может быть поспит все уже у нее начинается а а а а а а он сидит лучше не подходить чтобы она успокоилась и а 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 сейчас артура позвонил говорит ну вот ему все рассказал что сделали сколько минут 40 может быть прошло с момента когда покормил она получается подписала покакала артуру это все рассказал и он говорит чтобы не ждал когда уснет а дождитесь еще раз когда пописит и тогда ехать чтобы не приспичило во время поездки как раз сейчас будет такое состояние сонная вот и повезем рождем пись-пись на конечно не место это вот в таком вот загончике держать лосенка первое время может и да но покормлению конечно тут все печально и состояние лосенка тоже печальная надо больше места больше кормовой базы смеси и все остальное еще мне сказали что у нее была сестра она погибла но вот два лосенка было одного один лосенок погиб и вот она одна осталась поэтому еще переживает вот а там привезу привезем картуру у него мурка такого же возраста примерно и им будет гораздо лучше так пописали сейчас поеду саня скажу что готовились мы пойдем ну что маленькая поедем поедем маленькая поедем хорошее место так мы погрузились веточки но тут тут конечно все подряд сложить что а не веточки взяли но это не я выбирала тут попросили вот они собрали все подряд блин ну ладно сейчас главное доехать спокойно сань там этот поаккуратнее но не 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 смысле вообще в целом под на руки а у нас а а а а а а а мы уже где-то час едем нет, даже больше полтора часа и есть прогресс она легла короче, мы тут вместе лежим только что легла все это время она стояла нам еще около часа ехать молодец так, мы привезли это Мурка вот там вот мальчик это оказался, ходит привезли его Артур, скажи, что делать планируешь? передавать его в реабилитационный центр Феникс потому что у меня нет места больше для мальчиков и он еще в тяжелое состояние у него не очень хорошее для него нужен чуть-чуть другой уход и другие возможности вот посмотрите, насколько он меньше а должен быть больше должен быть больше он ее должен быть больше на сантиметров 10 выше и весит на килограмм 20 больше а он в два раза меньше ее хотя возраст одинаковый почти но это вот в уходе как видишь, какая разница доехали мы нормально он первый час стоял на ногах не ложился и потом все-таки лег после того, как я лег короче ну, суставы не развитые ну, ходить надо, двигаться больше да, но там вот он в котором загонщики был получается вот от этого угла от угла домика вот до этого столба ну, тут не видно ладно, потом покажу ну, короче он очень маленький был сколько там три, может быть, метра одна сторона три на три где-то вот так вот да, это жесть так нельзя плюс еще молоком его не кормили то кормили то, говорит, ест то не ест коровье молоко давали с водой перемешку надо делать максимально жирное молоко у них 22% жирности а тут получается и так оно там 5% кое-как может быть и то, какой 5 там 3% жирности в коровье и он еще и с водой разбавлял 50 на 50 получается оно становилось два с половиной два да или как в магазине два с половиной и поэтому у него диарея этот парня его проносила лосенка там как там где загончик он с крышей нет вообще нет крыши там крыша была только в том месте где он спал и то это сантиметров 50 может быть выступ был можно сказать без крыши ладно пойдем до дому через часик вернемся посмотрим как он еще выйдет так из феникса приехали за лосенком за рыжиком рыжик ой да ладно я тоже просил пока ты мой просил ничего я думаю да открывай это самое я думал это самое ну сейчас артибиотики мне говорила вероника мурена да хороша ну у меня такой же лошара кидай ну как разница какая можно ну у меня вот такого роста был с беломышечной болезнью я не спас не смог они же болеют если уже не спасешь если сильно заболел уже ничего не делаешь понимаешь может быть привезли бы его раньше и вполне вероятно что ему можно было бы в Костроме говорят мне что пока еще ни одного не смотрят беломышечной нет вообще замирающего лосенка не могут спасти только продлеваем каждый раз мучение да я вот как получилось что мы его я его утром пришел и пожалел не стал колоть седимином вселенным этим препаратом и в этот день он номер у меня такое впечатление что у меня жил только на этом селении который вот препаратами поддерживаешь в один момент у него все равно каждый раз тоже утром умирал у меня утром каждый раз почему-то с 3 часов ночи до 6 утра им плохо у меня всем становится Миха умер ночью у него там перитонит был жесточайший дичайший юха ударила жетко я тоже буду снимать вы уж меня простите ладно Саша вообще он никогда не переставит снимать ну это блогер ну просто историю рыжей он же ездил забирал его кормился один день первый лосенок добрый день друзья мы сегодня Анакова артур Малиев это его помощник Саша помаши людям ручкой молодец это мурка мура ручка не обманят но она сама по себе такая вредная вообще голос ловов иди поход мура мура да 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 знаем что я называю знаем мы что вы с лоселками делаете мурочка мурочка муром иди ты иди не бой да вот наш рыжик на завтра вызову ветеринара он нам очень сильно помогает по моему тогда его перекормил козьим молоком особо в дорогу взять чтобы можно было там мало ли остановимся рыжик как обычно в кусты но он там стоит рыжик иди сюда рыжик на рыжик это даже в ветку срывать не это не пойми до всех же неважно они думают что многие что неважно чем кормишь неважно как пойдем пойдем иди сюда иди рыжик идем 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 можно бутылочкой приманить чтобы зашел рыжик ты где а сейчас бутылочка достанет самый легкий вариант просто его туда завести да давайте поснимать давай закрывать так А там через боковую Сейчас я это загоню и мы тут Сейчас там у нас нарваны уже есть Так все Я вылез оттуда Вот он Да? Ты мой красавец Да? Ты мой хороший Сейчас поедем А расскажите что там Что ему предстоит Что ему предстоит Ему предстоит Достаточно долгая реабилитация Я так думаю сейчас мы его Посадим на усиленное питание Раза четыре В день как минимум по литру молока Козьего чуть-чуть разведенного В этом Вопросе главное дело не посадить Печень И поджелудочно Потому что неразбавленная козь Она может привести к Проблемам с ЖКТ У меня так С их возникли проблемы И Пришлось сенным отваром Отпаивать Возвращать так сказать Чтобы не было поноса и прочее И вот сейчас Сережа сказал Чай обыкновенный Самый дешевый простой чай Заваренный Пачка где-то грамм двести на полтора литра Кипятка Выпаиваешь и то же самое Все в порядке Все хорошо Вот у меня Даниле плохо было зимой Чтоб закрепило, да? Да Даниле плохо было зимой Прям очень сильно Что-то живот у него болел И ел плохо Молоко не захотел пить Я ему этот Всю ночь отварь чимириц Заливал И он зашелся к утру Тоже для ЖКТ Это очень так А на это алкоголь получается Ой Ну понятно Знаете я лежал в Был молодым Вот как Саша Двадцать один год И меня положили Двадцать семь Ну ты выглядишь просто Хорошо Мне было двадцать один И я тогда был Лег в больницу И нас привезли из одного колхоза Мужика Который напил чавеличной воды Думал что Это будет алкоголь В общем вот В капеллицу Откачивали Ну откачали Это же трава Это как просто Да это чимирица Это трава Она ядовитая Их тоже Они ходят И находят Луси Да едят Когда требуется Когда они чувствуют Что необходимо Сколько мы вообще на грибов Ведро Вот сколько там было Что 150 наверное Да нет Ну Грибов сто точно Нормально Белые Белые Подберезовики Особенно мухоморы Идут Нет мухоморов Там один Две штучки Ну понятно Ну я имею ввиду У 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 Она Давно Так же Как я С Животными Единственное У них Есть Государственная поддержка И для них Не будет проблематично Вызывать постоянно Катеринара Проводить Обследование Следить За здоровьем Рыжика Сейчас его назвали Ахра Да И в принципе Изначально Саша Ты же знаешь Я Как узнал про Рыжика Я понял Что это мальчик И я сразу сказал Людям я не могу принять его Нет У меня просто нет места Для Того чтобы содержать Более чем Трех самцов Лосей Я же прекрасно знаю себя Взял бы его Хотя бы на два на три дня И начал бы выкармливать сам Мне потом бы тяжело было бы Расстаться с ним Очень сильно Поэтому я просил тебя Его кормить постоянно Что знаешь не привыкать А тебе в любом случае Знаешь на психологическом уровне И тебе было бы легче Чтобы с ним прощаться Так как у тебя В любом случае Нет возможности взять Его себе оставить И тебе еще до дома Ехать надо Сколько? Три тысячи километров? Ну Примерно Ну С лосем это невозможно И Так вот И я как узнал про него Что это мальчик Я позвонил Веронике Спросил Согласна ли она принять Такого лосенка Она согласилась Пока Оформлялись документы А это не так уж Быстро Взять и оформить На перевозку Документы на лося Сначала Нужно там Другие документы Пооформлять Акт изъятия И все такое В общем Саша Поехал Забрал Рыжика Привез его сюда Сколько мы его? Четыре-пять дней Ну да примерно И все И он уехал в Феникс Они за ним приехали Машину так же не очень Просто найти для перевозки Они Если моментально То это будет скорее всего Очень дорого Угу А знакомые Они же Не все время Издельничаю Сидят такие С прицепом для перевозки Лошадей Такие Не знаю чем им заняться Ой Лосенка Ну конечно же Не все Вообще Очень мало людей В принципе соглашается Перевозить Лосей Я Сколько раз звонил По объявлениям Когда надо было забирать Маленьких лосят Вот только я говорю Лосенка Все тут же говорят Нет и все Категорически Хотя лосенок Весит 10 килограмм А лошадь там 600 500 Разные лошади Ну в любом случае Лосенок В их понимании Лосенок Это какое-то сумасшедшее существо Которое Потолок видимо пробивает Знаешь со стенами И этот И убегает Из продрявленной машины Частенько мы его на такси привозили Ну знакомым так же приходится звонить Кто в такси работает Просить И они Соглашаются Так как они верят моим словам И в итоге Видя лосенка Понимают Что я их не обманул Он спокойно сидит На заднем сидении Ни Чего ни разу Ни один лосенок Не испортил По дороге Так что Бояться нечего И Ах Ахра Или так скажем В прошлом Рыжик Спокойно доехал До нового места Сначала к нам приехал Потом до нового дома И дальше уже Изначально В принципе Это Его Жизнь Его Благополучие Это было уже на Веронике И ее супруге На них Я всего лишь Согласился Передержать Все Понял Спасибо Да ладно Спасибо Спасибо Спасибо